Вечная молодость или как победить старость? Российский биофизик Алексей Корнаухов, вот он, уверен, он станет первым в мире помолодевшим человеком. Учёный уже провёл ряд экспериментов на мышах, у животных средняя продолжительность жизни заметно увеличилась примерно на треть, на 34%. Для людей это примерно четверть века, 25 лет дополнительной жизни. Специалисты уверены, молодость уходит из-за стрессов. По мнению Корнаухова, изменить ситуацию помогут стволовые клетки. Если мы в молодом возрасте положим в Криобанк достаточное количество стволовых клеток, то, состарившись, мы можем изъять из этого Криобанка эти самые стволовые клетки, ввести их в организм, и, соответственно, произойдёт обновление органов, тканей, клеточного состава нашего организма, и мы будем чувствовать себя лучше и, собственно говоря, продвинуть себе жизнь. Однако не все учёные настроены столь оптимистично. Многие считают, что проблема старения в ближайшее время никуда не денется. Старость нам как грозила, так, конечно, и будет продолжать грозить. Другое дело, сможем ли мы эту угрозу отодвинуть на сколько-то лет. На самом деле, человечество справляется с этим достаточно успешно, и за последние, как вы знаете, лет 30-40 продолжительность жизни человека увеличилась лет на 30. То есть мы смогли отодвинуть свою старость. Теперь мы хотим большего, отодвигать её ещё дальше.